В следующем году нас ожидают много интересных встреч, новых тем, новых людей. А сегодня подводим итоги. В студии у нас сегодня много разных гостей. И первым, с кем я хочу сегодня поговорить, это идейный вдохновитель нашей программы, двигатель развития мордовской национальной культуры у нас в Ульяновске, в Ульяновском регионе. И я даже сказала больше. Сегодня у нас в гостях председатель Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии Сафонов Владимир Анатольевич. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый день, шубрата до ялгат, шубрата до парола мать. Владимир Анатольевич, в конце года принято подводить итоги. Расскажите, пожалуйста, каким этот год был для вас, для вашей автономии? Что нового случилось в вашей жизни, в жизни в автономии? И чем он запомнился вам? В 2022 год уходящий Ульяновско-областная мордовская национально-культурная автономия в основном делала упор на то, чтобы дети, которые являются мордовами, учителя, которые преподают эрзианский родной язык, больше и больше занимались и глубже познавали свой родной язык. Вот различными формами обучения в нашей области на этот год было задействовано порядка 1119 человек. Из них 437 человек изучают родной язык в качестве предмета. Это, с одной стороны, очень отрадно, потому что за пределами республики Мордовия больше нигде не преподается родной эрзианский язык в качестве предмета. Ну и 1100 с лишним человек, которые знакомятся с языком, культурой, с бытом. Это тоже говорит о том, что большая работа проводится вот именно в среде молодежи, среди учеников. Конечно, и для того, чтобы эти занятия проходили творчески, достигались цели, поставленные именно по глубокому изучению родного эрзианского языка, мы проводим большую работу и совместно с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, совместно проводим и работу с преподавателями родных языков. Я могу сказать, что на сегодняшний день в четырех районах области изучается родной язык, и это порядка, ну не порядка, а точно 9 школ. И большое количество преподавателей, которые именно все дают свои знания и силы для того, чтобы носителями мордовского языка дети в будущем продолжали то, что мы сейчас ведем, стараемся или восстановить, или продолжить, для того, чтобы наш родной эрзианский язык жил еще долго и долго. – Мероприятия, которые запомнились и были для вас базовыми в развитии мордовской культуры в Ульяновской области? – Мы сейчас ежегодно проводим в феврале-марте, потому что день рождения Юртова Аксентьева Филипповича, первого просветителя мордовского народа, мы проводим конференции, практические конференции по Юртову. На этих конференциях, как правило, присутствуют как раз все учителя родных языков со всей области, мы стараемся их собирать, дети, которые поблизости живут по месту проведения этой конференции. И поэтому мы придаем очень большое значение к тому, чтобы имя Юртова Аксентьева Филипповича было на слуху, как минимум, у мордвы, а, возможно, и у других народов, населяющих нашу Ульяновскую область. Также одним из знаменательных событий в Ульяновской области является областной мордовский национальный праздник Шумбрат. В этом году мы его провели в девятый раз. Погода нам немножко, конечно, не подфартила, но, во всяком случае, она дала понять, насколько преданы участники этого конкурса, этого праздника своему делу, своему народу, своему мордовскому языку. И практически пока все артисты не выступили, этот праздник не закончился. Могу даже сказать, что на детской площадке, где проходил конкурс Сиен-Байгини, серебряные колокольчики, родители стояли с зонтиками над детьми, а детишки в это время выступали. То есть не хотели уходить. Хотя предлагалось закончить раньше времени это мероприятие, но вот таким образом. Это очень приятно. Это говорит о том, что люди, мы, мордва, мои соотечественники, с удовольствием поддерживают культуру мордовского народа здесь у нас на территории. Конечно, одним из мероприятий, которое мы тоже уже стало традиционным у нас, мы 8 декабря, день рождения Степана Эрзи, великому скульптору мордовского народа, всемирно известному, в его день рождения мы к памятнику возлагаем цветы. Если, когда мы начинали впервые это мероприятие, у нас собиралось, ну, членов исполкома 10, 15, 12 человек, то я на сегодняшний день в этом мероприятии смогу с удовольствием констатировать, что приняло участие порядка 70 человек. То есть интерес к проведению мероприятия растет. И вот как раз именно проведение различных и конкурсов, и мероприятий, и, значит, праздников, как раз они влияют на то, чтобы мордва начали все-таки просыпаться, их самосознание стало говорить о том, что они являются мордвами, и все больше и больше принимают участие в наших мероприятиях, в наших праздниках. Ну, хотелось бы узнать и о ваших планах, Владимир Анатольевич. Так. Что касается планов на 23-й год, я думаю, что мы придержимся вот нашей автономии, принципа, как можно сильно не расширяться вширь, а создавать все для того, чтобы в тех мероприятиях, в которых мы уже нащупали именно интерес не только свой, но и людей, проживающих в мордовских селах, мордвы, Ульяновской области, именно интерес к праздникам, к мероприятиям, которые мы уже проводим. И поэтому мы больше стараемся эти мероприятия проводить более качественно и приглашать как можно больше именно людей, чтобы было участников, чтобы больше мордвы было задействовано в этих мероприятиях. Ну, а также вот не могу опять сказать, что мы в марте месяце будем проводить опять очередную конференцию по юрту Аксентию Филипповичу. Мы не можем его никак позволить себе забыть, потому что это наш первый просветитель, и мы будем стараться и о нем рассказывать, просвещать людей, морду о нем, о том, что он нам именно дал возможность к изучению и письменности, и к изучению русского языка. А теперь мы уже стараемся, как бы, обрусев большинство из нас, внедрять и обратно в мордовский язык, ирзианский язык для того, чтобы люди не забывали о своих корнях. Вот. В этом году пройдет юбилейный, 10-й областной мордовский национальный праздник Шумбрат. Спасибо, Владимир Анатольевич. И сегодня у вас есть возможность поздравить наших зрителей с наступающим Новым годом. Уважаемые соотечественники, я поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Призываю вас чаще вспоминать о своих корнях и не забывать, что вы являетесь мордовами. Хочу пригласить вас на все мероприятия, которые будут проводиться в Ульяновской области нашей автономии, чтобы вы были активными участниками. И не забывали, что от вас тоже очень много зависит, будет ли в Морд-2 существовать мордовский язык, мордовская культура и через 100 лет. Поэтому я желаю удачи нам в совместной работе и в продолжении становления, продолжение изучения культуры нашего мордовского народа языков. Ну и хочу пожелать вам и всем членам ваших семей крепкого здоровья, вам успехов в ваших трудовых делах и всего самого доброго. Этот год для наших друзей и коллег из Димитровграда стал юбилейным. У нас в гостях сегодня председатель местной димитровградской автономии Нуянзина Анна Петровна. Анна Петровна, скажите, пожалуйста, каким для вас был этот год? Чем он вам запомнился? Шумбрат весене. Этот год для Димитровградской мордовской автономии, конечно, был юбилейным. Мы подвели итог десятилетия возрождения нашей автономии. Члены нашей автономии участвуют во всех городских мероприятиях. Это и День города, День дружбы народов, День народного единства. За эти 10 лет у нас образовалась фольклорная группа Вастома, взрослая и младшая группа. В двух школах ведутся факультативы по изучению мордовского творчества, народной культуры мордовской. И также в детском саду, в шестом детском саду, у нас находится фольклорная группа младшая Вастома, девочки, которые участвуют во всех областных праздниках, во всех областных конкурсах детских, занимают призовые места, становятся лауреатами. И сегодня наши девочки для вас, для всех, для всей мордвы Ульяновской области споют песню и расскажут стихотворение. Молодец, спасибо большое. А я знаю, девочки, что вы еще и подготовили песню «Луганья сукелуйне». Давайте споем. Песня «Луганья сукелуйне» 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 в следующем году с новыми людьми, с новыми рассказами, с новыми встречами. И сегодня я также хочу поздравить всех с Новым годом. Хочу пожелать, чтобы у всех и всегда было место для чудесного настроения, сказочных событий и для праздника. О, Дейсы! До свидания! Вас Тумазанок! Субтитры создавал DimaTorzok